На канале Крик ТВ программа Открытая студия. Меня зовут Александр Романенков. Здравствуйте. И на этом, пожалуй, все хорошие новости закончились, потому что сегодня мы будем говорить о том, как опять нас обворовывают, в этот раз не совсем нас обворовывают, обворовывают наших детей. 50 миллиардов рублей в Свердловской области распилили на социальные нужды, а детям не досталось. Представляю вам своего сегодняшнего гостя Александрина Хаитова, президент благотворительного фонда «Я особен». Это фонд, который занимается особыми детьми, детьми с аутизмом главным образом. Я так понимаю, не только с аутизмом, там в принципе к вам могут любые родители обращаться. То есть, когда родитель сталкивается с какой-то проблемой, вот он приходит в фонд к Александрине и говорит, слушайте, что делать, мы не знаем. Коль скоро вы у меня здесь сегодня опять в студии присутствуете, мне хочется, чтобы вы хоть раз пришли и сказали, блин, все классно, все хорошо. Но раз вы здесь, значит, у вас опять приключилась какая-то беда, и вам больше пойти просто некуда. Рассказывайте. Александр, у меня не приключилась какая-то беда. Наша организация уже несколько лет находится в постоянном, очень напряженном диалоге с региональной властью, а именно с Министерством социальной политики, и это нельзя назвать, что приключилась какая-то беда. Можно сказать, что... Детей, я думаю, да, к ним можно применить это слово. Я думаю, что в Свердловской области на протяжении последних восьми лет, 2012 года, у руля социальной политики находится министр, который за это время не сделал ничего для детей с аутизмом. Вот могу подписаться, он не сделал ничего. В чем заключается проблема? В России действует федеральный закон номер 442, и недавно через Госдуму прошел новый закон о госзаказе в социальной сфере, который Свердловская область просто не отрабатывает и, можно сказать, саботирует. 442 закон говорит о том, что все нуждающиеся категории, пожилые, инвалиды, дети, у которых есть нарушение здоровья, нарушение социальной адаптации, может получить специальную программу и получать социальные услуги столько, сколько нужно этому нуждающемуся. Фактически же у нас создана система, когда выстроены все барьеры на пути как получателей вот этих услуг, так и организации, которые готовы работать в этой системе и предоставлять эту помощь. И вот вы заговорили про 50 миллиардов рублей. Я могу сказать, что на сегодняшний день в Свердловской области работают не больше 200 подведомственных организаций, которые работают с этими категориями. Явно их не хватает на все муниципалитеты. И они между собой делят бюджет примерно 16 миллиардов в год. Понятно, что это огромные деньги, которые вываливаются на одну организацию, которая явно не справляется. Одновременно с этим просто создаются искусственные барьеры для вхождения в этот рынок, в эту систему помощи людям, не государственных организаций, например, не коммерческих, таких как вот наша организация. Куда деваются все деньги, я не знаю. Но детям помощь урезана, дети обделены. Не соблюдается принцип доступности социальной помощи, не соблюдается принцип ее полноты, и не соблюдается принцип выбора поставщика этой социальной помощи, который гарантирован всем этим детям федеральным законом России. Я напомню, что детей с аутизмом – это примерно каждый сотый ребенок. Есть мировая практика, которая говорит о том, что уже каждый 53-й ребенок имеет такие расстройства, которые нужно вовремя компенсировать. На российском уровне, пока официально признается статистика, 1% – это те дети, которые могут полностью почти восстановиться и не уйти в инвалидность. Сейчас при помощи нашего министра социальной политики эти дети просто… им создана магистральная дорога для того, чтобы они все уходили в глубокую инвалидность и просто выпадали из образования, из жизни, из работы и так далее. Я пришла сказать об этом, что в Свердловской области порядка 8, может быть, 12 тысяч всех детей не получают той помощи, которая им гарантирована государством, потому что находящийся на посту министр социальной политики выстраивает специально барьеры на пути социализации этих детей. 262-5651, телефон прямого эфира, код города 343. Можете позвонить к нам сюда, задать свой вопрос, может быть, поделиться какой-то своей историей. Если она у вас есть, напоминаю, в прямом эфире мы работаем. В гостях у меня Александрина Хаитова, президент благотворительного фонда «Я особенный». Это фонд, который занимается с детьми-аутистами главным образом. Поэтому, если есть какие-то вопросы, звоните, задавайте. Кроме того, проводим социологический опрос в очередной раз, как обычно. Вопрос сформулировали следующим образом. Чиновники в России – это… И три варианта ответа. Первый – благодетели. Если вы считаете, что это благодетели, звоните по верхнему номеру телефона, по первому. Чиновники в России – это паразиты. То есть, те, кто паразитируют за наш счет. И чиновники в России – это вредители. Как считаете, так и звоните. Я попрошу ребят из аппаратной учесть мой голос. Я тоже хочу проголосовать. Я проголосую за третий вариант, потому что я считаю, что чиновники в России – это действительно вредители. На личном опыте много раз сталкивался, знаю, что где появляется чиновник, там проблема не то, что не решается. Проблем только добавляется. Причем, чем больше чиновников, тем больше проблем. Как-то так. И все-таки. Вот вы мне только что перед эфиром рассказывали, что оказывается на бумажке-то, там вот вы про 200 организаций сказали, а вообще их там 700 с лишним. И вот эти 700 с лишним организаций, да не половина, а две трети из которых – это организации-призраки – получают вот эти самые 50 миллиардов, а до вас деньги просто не доходят. Я правильно понимаю? Александр, я не знаю, откуда Российская газета, о чем мы с вами говорили, взяла 702 организации, действующие на территории Свердловской области. Я говорю о статье в Российской газете, где была дана такая цифра. Я связалась с автором статьи, мне сказали, теперь вот, внимание, что сведения эти взяты из Департамента информационной политики Свердловской области о том, что 702 организации, не государственные, не коммерческие, оказывают социальные услуги людям. Социальные услуги – это такие специализированные какие-то услуги, которые вы не получите в госцентре. Например, у вашего ребенка аутизм, но я хорошо в своей теме разбираюсь, вы в госцентре не получите в таком объеме помощь дефектолога, психолога, логопеда, какая нужна ребенку для того, чтобы ему выправиться к школе. У поставщика социальных услуг это получить можно при условии, что эти поставщики есть. Вот, судя по статье в газете, 702 поставщика у нас есть. Я звоню корреспонденту… На 12 тысяч детей. Да, на всех детей и людей Свердловской области. 12 тысяч детей, 702 организации, по крайней мере, по документам. Ну, есть такой повод задуматься, скажем так. Да, на самом деле детей с аутизмом в Свердловской области примерно около 12 тысяч, всего детей у нас около 700 тысяч. А детей инвалидов в этом году стало больше на 1 тысячу, их уже 20 тысяч. То есть это большое количество детей, которые точно не получат помощь в госорганизациях, их не хватает. Поэтому возник 442 закон, который помогает медицинским, логопедическим, психологическим центрам входить в эту систему, работать с людьми, оказывать им необходимую помощь. То есть давайте поясним людям, что это такое. Вы говорите вот все время вот эту вот фразу некрасивую, такую кондовую, чиновничью, да? Какую? Поставщики социальных услуг. А, это название. Нет, это, грубо говоря, да, вот вы знаете, как вы придумали, разработали какую-то программу, она работает, вы знаете, вы умеете. К вам обратились какие-то люди, вы им помогли, вы понимаете, что у вас получается, и вы приходите и говорите, ребят, ну давайте я поработаю вот с этими детьми аутистами. Не только я, там есть какие-то еще люди, которые знают, что делать в этом случае, потому что, ну, ребенок родился у человека, вот куда ему, он не знает, что с этим делать. И вы помогаете, и государство, по идее, по закону, каким-то образом помогает вам в плане финансов, потому что нужны помещения, нужно там оплачивать какие-то... Мы живем в материальном мире, к сожалению, да. И вот, насколько я понимаю, вам просто взяли, и вот это вот все кислород перекрыли, программу вот урезали до какого-то вообще абсолютного минимума. При этом существует целая куча каких-то просто на бумаге всяких разных структур, которые при этом получают, хорошо получают. Судя по всему, да, потому что 50 миллиардов – это огромная сумма, и действительно не просто так ее потратить. И я хочу, да, сказать, поставщики социальных услуг – это организации, которые работают с людьми. Такое у них название у всех, потому что они все находятся в одном реестре. Вот в Свердловской области их всего 190, включая государственные, которые не работают с людьми, которые не занимаются помощью. И всего 38 некоммерческих организаций. 38 – это очень мало. И многие из них тоже не работают, потому что, как я говорила, деньги не выплачиваются. В реестр войти невозможно. Услуги социальные, которые… Это то, что человек может прийти и получить в организации, ту помощь, которую может получить. Услуги при помощи специальных документов постоянно урезаются. То есть создается такое поле, в котором остаются только государственные, либо свои какие-то организации, на которых тратится весь этот бюджет. Какое отношение это имеет к людям? Все люди в Свердловской области, их 4,3 миллиона человек, имеющие право на получение разных социальных услуг, эту помощь просто не получают. Потому что все деньги сосредоточены в кучке организаций, монополизированных государством. Я знаю, что вы в суд обращались по этому поводу как раз, и говорили, на каком основании. Вы урезаете социальные услуги. Мы действительно обратились в суд, потому что в сентябре прошлого года приказы министра социальной политики Злоказова Андрея Владимировича были урезаны социальные услуги. Это те действия в отношении детей, то есть педагогические занятия, психологические занятия, занятия с логопедом и так далее. То, что нужно ребенку, было катастрофически урезано. Видимо, тоже для того, чтобы больше не появлялись организации, которые хотят работать в этом поле, хотят помогать детям, хотят помогать им родителям. И таким образом услуги были на бумаге урезаны. То есть с этого момента, с сентября 2019 года, помощь настолько мизерная предусмотрена детям, что просто никто не идет работать на это поле, потому что можно отработать со ста детьми в течение месяца, потратить на это 800 тысяч рублей, а компенсация от государства из-за этого приказа получить, например, всего 80 тысяч рублей. При этом деньги задерживаются. Я уже была в вашей передаче, когда рассказывала, как просто не платят эти деньги под разными предлогами. Тут у тебя отчет не такой, тут у тебя что-то там, какие-то вопросы, тут они в отпуск ушли и так далее. То есть отчеты бросают на стол, отчеты лежат. И понятно, что после такого приказа просто никто не идет работать в это поле. Остаются только госцентры, которые с детьми работают крайне-крайне мало. На самом деле у нас всего два реабилитационных центра в Свердловской области. Пропускная способность у них... Не в Екатеринбурге, я правильно понимаю? На всю область два реабилитационных центра. Всего, да. Пропускная способность у них не больше 100 детей в месяц. А я сказала уже, что в Свердловской области их 20 тысяч детей-инвалидов, не считая детей, у которых ограничены возможности здоровья, и с которыми нужно работать, чтобы они не стали инвалидами. Так вот, всего два госцентра, которые поглощают огромные деньги каждый месяц. И в этот рынок, то есть в эту среду, где можно работать с детьми, где много есть организаций, которые готовы предоставить свои услуги и получить компенсацию, которую гарантирует федеральный закон всем и организациям, и простым людям. Так вот, созданы условия, которые просто не позволяют этому рынку работать и направляют все деньги в государственные организации. А с какому количеству людей они могут помочь, я вам привела пример. А чем руководствуются судьи, когда принимают вот такие решения, потому что уже наверняка пришли и сказали, слушайте, ну вот смотрите, у меня реальный центр, у меня вот, вот у меня есть помещение, вот здесь дети занимаются, вот логопед, вот здесь там какой-то еще учитель по каким-то, ну, какие-то педагоги и так далее. А вот государственная организация. Я представляю примерно, как она устроена, то есть это начальник, первый, второй, третий, тридцать пятый. И такой штаб, который в несколько раз больше, чем те люди, которые работают с детьми. Простите, попоподтиральщик и так далее. И в принципе у них нет ничего. То есть там здание такое, этажи 20 высотой, вот там сидят все вот эти вот люди, которые просто бумажки перекладывают. Ну, не 20, но примерно это выглядит так, если все упростить. Да, конечно. Что говорит суд? Когда мы обратились по этой ситуации сокращения социальных услуг детям в суд, первая же инстанция нас, судебная нас не поддержала. У нас, мы получили на руки решение, где было написано, Министерство социальной политики имело право урезать социальные услуги детям, имело право принять такой закон, потому что такое право им дано правительством Свердловской области. И, кстати, мы получали на наши письма, на наше многочисленное обращение к министру социальной политики, такой письменный ответ. У нас есть исключительная правотворческая инициатива. По-русски говоря, мы имели на это право. И мы так сделали. Мне кажется, что право надо как-то объяснить. То есть я урезаю, например, потому что не хватает денег на что-то другое. Поэтому мы решили вот здесь урезать, и эти деньги будут перенаправлены, например, на строительство школ, например, на строительство, на то, чтобы разбить где-то какой-то дополнительный детский лагерь, может быть, например. Но как-то это должны объяснить. К сожалению, чиновники не очень склонны объяснять свои действия. Вы сами видите, да, что может происходить, когда людям просто не объясняется, что происходит, да, людям просто урезают их права какие-то даже, ну, то, что им просто Конституция гарантирует. В нашем случае есть закон о детях, да, об инвалидах. И 442 закон, который там написано, что у детей социальная помощь должна быть достаточная и доступная. Вот казалось бы, да, больше ничего не нужно. У министра задача организовать это все на его территории, где он является министром. Ну, в Свердловской области в нашем случае. Но он себе сам пишет такие приказы, на основании которых он может просто не смотреть на федеральные законы. И он прав, потому что он имел такое право издать такой приказ, такую инструкцию. И он в рамках его потом действовал. Он просто сократил социальные услуги и сказал, все, работают только мои центры государственные, которых не хватает. Кроме того... Которых два. Которых два на Свердловской области реабилитационных центров. Ну, еще несколько детских центров, которые там работают даже не с детьми, инвалидами, а с многодетными, с ребятами, которые в трудной жизненной ситуации и так далее. То есть, ну, явно, да, детям помощи не хватает. Вот эта система монопольная, государственная, архаичная, со старых-старых годов, которая рассчитана на маленькое количество детей инвалидов, она перешла сегодня в 2020 год. Протащил ее сегодня сюда министр действующий, который работает с 2018 года. И он говорит, я имел право принимать такие законы. Все, точка. Суд, естественно, встает на его сторону, потому что у министра были права. Четырехсотый закон... А вот два суда уже проиграли. Да, да. Четырехсотый закон от 9 сентября 2019 года, приказ, говорит о том, что социальные услуги сокращаются всем детям. Все. Ну, куда-то вы обращались, помимо этого министерства, помимо судов. У нас же есть там депутаты Государственной Думы. У нас есть члены Совета Федерации, которые представляют, в том числе, регион, там, Свердловскую область. Целых два замечательных человека. Эдуард Росель, Аркадий Михайлович Чернецкий. Один был губернатором. Другой был мэром города Екатеринбурга. Есть законодательное собрание Свердловской области, наконец. Целая куча дармоедов, которые сидят, получают народные деньги и рассказывают там сказки, что они прямо ночей не спят. Все, народе думают, как в том сериале юмористическом. Дело в том, что на уровне региона вот эти вопросы регулировать их должны именно региональные органы исполнительной власти. Так устроена система в Российской Федерации. Есть федеральные законы, которые в общих мазках описывают, как это будет происходить и берут обязательства перед всеми гражданами. А дальше наступает ответственность министра, как он у себя на месте организации. И в случае с министерством социальной политики Свердловской области, у них в уставе написано, что они имеют право проводить специальные исследования научные. Они имеют право запрашивать какие-то там методики, знакомиться с опытом, как это работает у более успешных иностранных коллег, как устроена реабилитация. Я бы на месте губернатора бы сидел, подписывал эти бумаги. 50 миллиардов. Это больше бюджета Екатеринбурга на минуточку. Бюджет Екатеринбурга 40 миллиардов. 50 на социальные нужды. Но у меня бы возник вопрос. Я бы сказал, ребят, ну покажите мне, чем вы занимаетесь, где, чего, кому, как. Я говорю, министерство имело право вот это все перераспределить, сделать более эффективным, посмотреть на опыт тех организаций, которые не имеют такую структуру свадья, баба, бабариха, родственники и все, и всего там три психолога, которые работают с детьми. Имелась такая возможность. Министерство соцполитики могло провести научные исследования, могло взять в штат специалистов в этой сфере. Сфера сложная, дети с аутизмом. Она на стыке многих-многих проблем. Но они предпочли просто урезать услуги детям, чтобы не появлялись новые организации, которые претендуют на то, чтобы работать в этом рынке. Зачем? Когда все средства остаются в системе и при этом отчеты, кстати, совершенно закрыты. Я бы сказал, в кармане, не в системе, наверное. Я не знаю об этом. Я только знаю о том, что функционирует небольшое количество государственных организаций, которые тратят на себя весь бюджет. Как расходуются, я не знаю. Но я понимаю, у меня есть высшее образование, что это расходы крайне неэффективны. Потому что все эти деньги, если бы Министерство соцполитики соблюдало федеральное законодательство и следовало бы такую вектору, который дают нам федеральные законы, то все эти деньги можно было бы распределить между не 200 организациями, а тысячей организациями, которая во всей Свердловской области помогала бы людям в том, что им нужно. Услуги няни, услуги сиделки, помощь инвалидам, там, сходить в магазин, убрать дома у пожилых, поработать с ребенком, если у него аутизм и так далее, помочь многодетной маме, там, одного ребенка, если он инвалид, доставить в школу. Много чего. Эти деньги можно было потратить очень эффективно, помочь всем жителям Свердловской области. Я это точно знаю, потому что наш центр, который в таких немыслимых условиях держался три года, в этой битве с Министерством социальной политики, наш центр обходился примерно в 5-8 раз дешевле государству, чем такой же центр государства. А, так может, в этом и ответ как раз, потому что, когда сравнивают цифры, ну, вдруг куда-то они попадут, ну, правда найдется какой-то честный чиновник. Я, конечно, фантазирую. Сейчас, ну, вдруг нашелся какой-то честный чиновник, который взял и посмотрел цифры. Ага, вот у Хаитова и тут, допустим, почему это стоит там 10 тысяч рублей, а у вас 50. Да, конечно, я думаю, это тоже. У нашего министра социальной политики есть экономическое образование и научная степень в области экономики. И, конечно, бы тот, кто бы заинтересовался его деятельностью, просто задал бы ему вопрос, а где экономика, Андрей Владимирович? Объясните мне, почему вот тут вот организация детская, пропуская через себя 80 детей в месяц, дети получают помощь регулярно, безвозмездно, и обходятся там вам 800 тысяч в месяц. Почему рядом с вами ваш государственный центр пропускает там 30-40 детей в месяц и обходится вам 8 миллионов в месяц? Где экономика, уважаемый министр социальной политики? Я думаю, возможно, это тоже было той почвой, на которой вот возникло такое решение просто урезать социальные услуги детям, для того, чтобы не появлялись новые организации, которые работают в рамках федерального закона, полностью на российском законодательстве, на те деньги, которые есть в бюджете Свердловской области, и помогают всем вокруг себя. Зачем так делать? Тогда ведь все начнут задавать вопросы, а почему у нас такого нет? Ну, а где вопрос это задавать? Вы же сами прекрасно перед эфиром сказали, что не часто вас куда-то и зовут, государственные особенности. Да, но меня просто не пускают. То есть я с декабря прошлого года постоянно пишу письма министру и прошу его включить меня в общественный совет, потому что наша организация большой опыт и в работе с детьми с аутизмом, и в оказании социальных услуг. У нас есть статус, который нам присваивает Минюст России. То есть наше качество, наше работа подтверждено Министерством юстиции Российской Федерации, и мы его получаем четвертый раз подряд. То есть у нас есть знак качества. Я эксперт в своей сфере, я знаю, о чем я говорю, я работала в этой системе, я своим опытом могу делиться со всеми детскими центрами, которые сейчас работают платно для родителей. Я им могу показать, как работать для родителей бесплатно и получают те же самые деньги, но от государства, от Свердловской области, которые в ней заложены. Как можно работать бесплатно в нашей-то стране, с нашими-то чиновниками? Федеральный закон гарантирует детям всю социальную помощь бесплатно, а работа с детьми с аутизмом, то, что делаем мы, это социальная работа, социальные услуги. И это нашим детям, российским, положено бесплатно, гарантируется федеральным законом. Регулятором здесь, провайдером вот этой помощи является Министерство социальной политики Свердловской области, которое разрабатывает все правовое поле внутри области. Как это должно работать? Куда-то на заседании правительства, например, в Свердловской области. Я не могу попасть. Прийти и сказать, ребята, что же делается? Я пытаюсь, да, я пытаюсь обратиться в законодательное собрание Свердловской области. До сих пор ответа нет. Я обращалась. А к кому обращаешься? Маслакову Виктору Викторовичу. Я переговорила с его помощницей, ответа пока нет. Хуй из Маслаков Виктора Викторовича. Это что-то там у нас в законодательном собрании специалист, который этим вопросом занимается. Дело в том, что я обращалась по подведомственности. То есть я к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области обращалась. Я много раз обращалась к министру социальной политики. Я обращалась на уровне Российской Федерации в Совет Федерации. Я писала в Государственную Думу России. Я писала в Министерство труда России. И, кстати, наша работа одобрена. То есть мы пробили недавно право предоставлять социальные услуги дистанционно. Это большая помощь всем семьям, которые сидят дома. То есть психологическая поддержка родителям сейчас может предоставляться через интернет. Наши заслуги, мы поработали. Ну, я действительно обращалась везде. На наше законодательное собрание я, честно говоря, не рассчитываю. Я не знаю точно, как называется должность Маслакова. Понимаете? Вот я сейчас вам не воспроизведу. Потому что я действительно не вижу поддержку. Я столько раз писала губернатору Свердловской области. То есть порядка 50 писем я написала за последний год, где разные делала предложения. Указывала на недоработки министра социальной политики. Обращалась к его замам, встречалась с его замам. Много раз. И я не вижу, что что-то меняется. Я вижу, что министр, который не занимается своими прямыми обязанностями, социальной политикой, что он все равно сидит на месте. Да, конечно. Ну, вот я обратилась в законодательное собрание. Ну, простите, не могу я должность этого человека вспомнить. Но я просто не верю, что он поможет. Поэтому мы, кстати, с этим судом, с которым у нас не получается найти правду, поэтому мы идем на международный уровень. Мы готовим документы в Европейский суд по правам человека. Ну, мы не видим помощи К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Ну, Европейский суд, надеюсь, может быть, хоть как-то это поможет. Тем не менее, я думаю, этот разговор еще продолжил. Давайте подведем итоги сегодняшнего интерактивного голосования. Вы никак не могли вспомнить должность вот этого депутата. А мы задавали вопрос, чиновники в России, для вас кто? И 11% все-таки нашлось таких людей, которые считают, что чиновники в России это благодетели. Ну, это сами чиновники, их много у нас. Я так подозреваю, сами чиновники и голосовали, как раз из этих 700 организаций. И, значит, 58% считают, 56%, простите, что это паразиты, все-таки, которые ничего не делают, как вы заметили. И вот еще 33% опрошенных считают, что мало того, что паразиты, они еще и вредители. Как-то так. Надеюсь, что где-то на второй или на третьей строчке господин министр... А должны быть слугами народа. Господин министр, вот этот вот злоказов где-то на второй или на третьей строчке находится. Спасибо большое. Это был Александр Хаитова, президент благотворительного фонда и особенные спасибо вам. Саша, приходите к нам почаще. Это был Александр Маненков. Это была открытая студия. Увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok